Как всегда, прекрасно! У вас ждет отличная заруба между Infiniti Q60 Stage 2 470 сил против Audi RS Q3 500 лошадиных сил на третьем стейджинг. Теперь давай посмотрим! Это был разрыв, полнейший! Привет! Как всегда, прекрасно! Спасибо! Напомни нашим зрителям, что у тебя по доработкам по машине? Стейдж 2. Все. Сколько сил? 406 за обеда сейчас. С фиником стрельнешь? Да, можно. Что по доработкам по финику? Стейдж 2. Плюс? Стейдж 2. Что в себя включает в стейдж 2? Что в себя включает в стейдж 2? Пуск. Выпуск. Выпуск. Пуск. Сейчас откровен. В общем, я не запущу. Пускай мы. Это откровен. что в прошлый раз ты не оценила машины марки инфинити почему не оценила я когда-то хотела себе инфинити и номер с у тебя ярче в разы спору нет я же тоже старт был намного лучше поэтому тут еще такой вопрос удержится понятно понятно этих кулевина много толку мало все титулованные брендированные шьют тачки берут деньги а по факту но не едет машина вот и все нас тут финик приезжал тоже думал где-то в киеве шили думал что он едет 0 104 секунды и 100 200 там низкие 8 или 7 в реально том что еле-еле из пяти выбрался но это 4 точно сейчас не едет ехала 38 сейчас не не в жаре дело она просто была на одной прошивке сейчас на другой с этой прошивкой она едет где-то 45 46 в лучшем случае хотя у нее стоп 47 вот такая вот история почему так ну что 100 200 лучше до прошивки чем нет не лучше просто хуже стало ехать второй заезд ходарем с 40 давай даже не подкачай короче говоря ребята ехали мы хоть и сорока у меня ощущение было чтобы ехали сланча с места меня так закинул назад что сидушка откинулась тоже со мной вместе назад это была лютая динамика у вас ждет отличная заруба между 50 кью 60 стейдж 2 470 сил против audi rs q3 500 лошадиных сил на третьем стейджи сколько сил стояло около 500 что по доработкам гибридная турбина интеркуллер down pipe не все и прошивка фактор третий стейдж ну да стэч 3 у вас и 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 Пол пузова не хватило на квотере. Саня, как ты думаешь, это победа? Это разрыв. Это разрыв? Да, конечно. Это очень достойный соперник. Хорошо доработанный автомобиль. Поэтому даже если я проиграю, я не буду считать это чем-то... Дружище, я просто пытался бороться не на жизнь, а на смерть. Я тут как мог выживал. Меня вдавливало назад. А сижу я вот здесь вот, чтобы вы поняли, пацаны. Видимо, реализация в 0.100 у Финика была лучше. Что-то этого, в принципе, он-то и навез. Эта машина, это Audi RS Q3. Судя по драге, владелец там выставлял 3.12.0.100. А вот скажи, вот я не понимаю, как это работает? Как BMW делают замеры на драге? Пусть кто-то в ваших комментариях напишет. Потому что по драге я проигрываю всем. А там на целую секунду. А в боевых условиях как-то и быстрее еду. Идусь, раздуваюсь. Ты хочешь войны с боевистами, я чувствую это. Нет, я просто хочу сказать, что... По драге можно подстроиться, подобрать передачу и тому подобное. И под 0.100, под 100. Но в живой битве это все такое, да? Да. А в реальном заезде создать идеальные условия для автомобиля не всегда удается. Поэтому вся стратегия постройки этого автомобиля, чтобы он ехал одинаково ровно всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Вот как со старта ушел, он едешь так и ушел. У меня нет слов, одни эмоции. Это был разрыв полнейший. Вот просто разрыв. При том, что мы выполнили его условия. Да, финик реально надернул на реакции. Можно его проводить ходарем. Думаешь? Ребята, отличная идея, пришла мне в голову после второго раунда. Сейчас поедем ходом. Ну давай 40-ка. 40, 40, 40 давай. Докно там закроет. Да, видимо, по придаточным числам. Финик, скорее всего, был на второй. Потому что мы удули, на первая передача закончилась. Дима переключился, но финик не переключился. Финик дальше поехал. Короче, это неудобная скорость для Audi RS Q3. Для заездок. Не, ну ты просто нажал, сразу пошло переключение. Ну да, да. Там 40 неудобно совсем. И сразу передача заканчивается. 60, тебя как? 60. 50? Поехали. Давайте чуть только по 3 минуты. Там по температурам, Саня, мне тут жарко очень. Давай посмотрим. Температура водички в кульках 12 градусов. На пуске 38. А что по мотору? Температура двигателя 99. Ну мы сколько заездов сейчас сделали. Ты что, гонишь? Теперь давай посмотрим. Передачи и мне не хватает. Мы такие подумали, что 40 на второе. Да, мы перешли на первую, начали от вас уезжать. Если мы поедем со второй передачей 60, я предполагаю, что мы поедем быстрее. Но заезд покажет. Там ситуация по 0402 какая, что мы где-то 4-5 начинаем догонять, но дистанция заканчивается. Ларни, если вы заметили, камера вам покажет, как я жму на тормоз и загораются лампочки. А, ты уже просто сбросил. Да, они вы догоняете. Я был более член, что мы вас догоняли. Ты понял, в чем магия? Вот когда лампочка загорается. Да, да, да. Мне нравится. Я раньше как делал на канале Паша? Я там иду впереди и спускаю газ. И потом ребята так меня проезжают. За нами заезд. Теперь я делаю по-другому. Я жму тормоз. И таким образом, просто мимо проезжая, уже нельзя сказать заезд за нами. Когда он был проигран. Короче, когда он нажимает тормоз, значит не полите бензу. Уже все. Вы нажимаете тормоз, а мы все равно догнать не можем. Я смотрю, я смотрю. Раз, два, три, давай. Да, видите, что Финик берет какое-то преимущество. Полтора-два кузова. Затем там уже стоп поближе. Мы его догоняем, но, к сожалению, дистанция заканчивается. Нам не хватает. Не, ну Финик быстрее, ребят. Что тут говорить? Да, давайте учитывать еще факты аэродинамики. Финик с учетом веса и мощности соотношениями. То есть вес, мощность у Финика больше. Давай. Не догнать нам Финик. Не догнать, да. К сожалению. Этот Финик, сука, быстрый. Так, что хочу еще сказать. Ждем какие-то быстрые тачки, чтобы нагнуть Финик. У кого есть реально хорошая машина, 500 сил плюс, пишите нам личные контакты. Нам тебя не взять. Нам тебя не взять. Этим Фиником. Ты быстрее. Еще ниже карту. Да нет, все пушка. Все, дым идет. Подожди, дым какой-то идет с под капота. Что? Это с тормозов, скорее всего. Дымок идет у тебя, с тормозов. Да нет, все, хватит издеваться на Дауде. Нам тебя не взять. Продолжение следует. Продолжение следует...